Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня такая проблема, пишите вы. Недели две назад муж постоянно начал ходить грустный, лицесердитый, не разговаривает со мной, но домой приходит куча издательства, я приготовлю, спим в одной кровати, но близости нет. Я пытался с ним поговорить, спросить, что его беспокоит, или может чем-то я его обидел, потому что он просто три слова сказал, хочу побыть один, не знаю, что делать, переживаю, хочу сохранить семью. Смотрите, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, и то, что очень сильно бросается в глаза, на мой взгляд, это то, что у мужа есть проблема, он, он о ней не говорит, а ведет себя, как будто бы он несчастный, как будто бы он виноват, ой, как будто бы он страдает, а виноваты вы, да? А вы берете на себя за это ответственность, и в этой ситуации проявляются ваши страхи. Ну, например, страх потерять семью, к примеру, да? То есть, здесь как будто бы нет четких, во-первых, личных границ. Между вами и, и... Что вот есть твои проблемы, есть как бы мои проблемы, вот есть ты, вот я, да? И как бы есть то, чего я хочу, например, близости, и если ты мне этого не можешь ждать, то давай как бы признаем, что это проблема, и будем как-то эту проблему решать, потому что сейчас это уже не только твоя проблема, но и моя. Моя, потому что я не получаю то, чего я хочу, да? Например. В таком контексте. Вы же берете, во-первых, на себя ответственность за проблематику своего мужа, это первое. Может быть, и не без основания, потому что об истории ваших отношений, о том, как вы коммуницируете, о многих других факторах вашей жизни мы не знаем. Может быть, и не без основания, но, так или иначе, проблема его, и решать эту проблему только ему. Вы здесь ни при чем. Даже если ваш вклад в это есть, вы можете скорректировать свое поведение. Скорректировать в том смысле, что разобраться, а вот, например, то, что я делаю, это то, чего я хочу? Действительно ли то, что я делаю, это то, чего я хочу? И действительно ли единственный способ добиться того, чего я хочу, это то, что я делаю? Такие вопросы можно рассмотреть. Но, повторюсь, проблематика здесь не ваша, а вашего мужа. Это его проблема, что он начал ходить грустные среди. И в большей степени проблема является то, что у вас нет, скажем так, способов и форм по какой-то причине об этом поговорить. То есть он почему-то выбирает замыкаться. И здесь история такая. Либо это вопрос доверия и вопрос отсутствия навыков коммуникации о проблемах, что может говорить о том, что ваши отношения в принципе выстраиваются довольно поверхностно, не уходя при этом вглубь, либо ваш муж таким образом вами манипулирует. Ведь он же не может не знать, что ходя сердитый, грустный, говоря о том, что он хочет побыть один, вы на это как-то будете реагировать. и соответственно он допускает то, что вы на это реагируете, реагируете на это естественно негативно, а как по-другому можно на это реагировать, да? Вот. То есть получается, что он хочет, чтобы вы так реагировали. Понимаете, какая штука? Он допускает это. И соответственно это вот в данном случае это классическая история манипуляции. Да, эта манипуляция может быть неосознанная, да, может быть ваш муж и не думает о том, чтобы вас манипулировать, может быть вам и манипулировать, может быть ему действительно плохо, и может быть он не знает другого способа, как с этим справиться, кроме как вести себя так, как он себя ведет, но тем не менее, тем не менее, это проблематика ваших взаимоотношений, да, по какой-то причине он вам не говорит открытые прямые, чтобы его беспокоить. Это всегда вопрос доверия. Поэтому в данном случае как бы помощь в первую очередь заключается в том, чтобы наладить коммуникацию, чтобы учиться говорить о том, что условно говоря беспокоит. Это первое. Второе. У вас почему-то это вызывает тревогу. Причем я хочу сразу развести несколько возможных интерпретаций. переживать за близкого человека в целом нормально. То есть в том смысле, что естественно мы переживаем за наших близких людей и хотим им помочь. Потому что в целом мы направлены на ПО по умолчанию, чтобы делать наших близких людей счастливыми. нам не все равно, что происходит с ними. Вместе с тем необходимо как бы реализовывать данную тенденцию в рамках личных границ. Не переходя эти самые личные границы. Не ломая эти личные границы. Не теряя себя и не другого. Поэтому переживать за другого человека нормально. Но обратите пожалуйста внимание на следующий факт. Что для вас эта ситуация сразу выступает угрозой потери семьи. И возникает вопрос а какое значение для вас имеет семья? Отдаете ли вы себя отчет в том, что фактически сейчас вы говорите мне сохранение семьи важнее чем личность моего мужа. Мне важнее сохранить семью чем сделать своего супруга счастливым. Гипотетически я не принимаю того факта что например без меня ему будет лучше. Это не значит что это так. Но если вы этой мысли сопротивляетесь а возможно все то это вопрос о том что в отношениях с ним вы решаете какую-то свою проблему ну например проблему сумасынки то есть если у меня не будет семьи я какая-то плохая если я потеряю семью я какая-то плохая проблему собственной тревожности если я потеряю семью я останусь незащищенный незащищенный и семья как-то вот помогает мне стабильности а на себя я не опираюсь и страх быть брошенной если я потеряю семью если муж меня бросит я боюсь быть брошенным и вот данные данные проблемы являются чисто вашими здесь соприкасаются с проблематикой другого человека тем самым делая вас зависимым и тем самым придавая невротизм вашим отношениям естественно что проблематик может быть другой не обязательно это те три аспекта которые я назвал могут быть и другие я просто привел в качестве примеров из того что первое пришло в голову вот и может быть если с вами поговорить выяснится что-то еще но на данный момент это самое очевидное или самое типичное типичное могут быть и другие аспекты понимаете поэтому здесь ситуация загубляется тем что обостряется ваша какая-то проблема ваш внутренний конфликт на фоне появления проблем у вашего мужа и получается что вы не столько его поддерживаете не столько помогаете ему это пройти сколько давите на него пытаясь решить свою проблему потому что вы зависимы в этой проблеме от него и соответственно мужчины испытывают еще больше давления мешают обращать вас поддержку возможно именно поэтому он от вас и закрывается чувство что вы спрашиваете что с ним происходит не потому что хотите его поддержать а потом решать какую-то свою проблему словно требуя от него стать веселым и добрым вот отталкивать от ваших слов которые вы использовали в качестве описания состояния своего мужа понимаете да вот поэтому необходимо честно признаться себе а поддерживаете ли вы его если у вас если у вас на самом деле ресурс его поддержку или ваша поддержка это форма решения своих проблем это так не работает неискренность чувствуется смещение фокуса внимания в поведении чувствуется понимаете приоритеты чувствуется и конечно же это влияет на доверительность открытость и искренность ваших взаимоотношений вот поэтому на ваше усмотрение я оставляю очередное решение проблем можно начать с гармонизации в целом ваших отношений с супругом а можно начать с работы над вашими личными конфликтами например вот как я уже сказал над тем чтобы сохранить семью понимаете потому что семья не может восприниматься ее членом как самоцель семья это социальная структура и социальной структурой она является только для других человек находящийся в семье семью как социальный элемент не воспринимает человек находящийся в семье как близких людей особенных для него по своей природе будь то супруг будь то дети и так далее но не в социальном контексте здесь вы выдаете особое отношение для себя семьи а значит вы здесь выдаете притязание на принадлежность вам семьи а семья вам не принадлежит потому что семья это другие люди и как другие люди не являются вашей собственностью и могут в любой по сути момент выбрать с вами больше не быть так и семья не является вашей собственностью и в любой момент может прекратиться свое существование и в этом является ценность и в этом проявляется ценность свободных отношений свободных в том смысле что человек каждый раз выбирает быть ли ему Ну, с кем-то или нибудь. А если вы именно не выбираете, а требуете, чтобы с вами были, и требуете каких-то гарантий, вы решаете свои личные проблемы. И соответственно, какого-то вот искреннего, какого-то вот свободного, открытого общения, взаимодействия с партнером не получают. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.